всем привет дорогие друзья подруги конечно же в кавычках я приветствую вас на своем канале с сегодняшнего дня я буду проходить зов к турку это очень хорошая игра маска спадает я не должен вас зарядить и вы не должны меня зарядить так как сегодня в этом мире обитает вирус очень опасно так что я в маске и вы тоже должны быть маски все начинаем короче не будем базарить много начнем пожалуй пустая ячейка начинаем новый все заново я там просто заходил проверял и так далее все начинаем эдвард пирс ветеран первом мировой войны пытается заглушить свои воспоминания алкоголем и снотворным устал частным детективом но никак не может найти дело способно вывести его из апатии пирс должен как можно скорее найти нового клиента иначе рискует потерять свою лицензию лицензию детектива как мы знаем из первой части кто играл первую часть отзовитесь напишите в комментариях а я пока полечусь мало ли что может случиться то в этом как его в этом месте короче погружаемся в безумие погнали друзья без благо богам смешной попытки людей сохранить арсуда перед лицом неизбежной смерти акула смотри труп акулы трупом морских существ я очнулся не знаю где кладбище рыб млекопитающих маска спадает все время и так передвижение и так где мы позвонки морских существ какая-то акула белая акула пригнуться заперто вот и пригнемся фонарик смотри теперь мне у меня есть фонарик болтарес думаю я открою ты последуешь за мной из полезно сопротивляться неизбежным кто это говорит я все читать не буду сразу говорю так как я очень медленно считается какое отвратительное подношение касатка лежит внутри все очень атмосферно не сопротивляйся ты избран ну вот и выход по ходу смотрим и Все уже решено. Но может быть, вы попытаетесь поменять свою destiny. Это был всего лишь кошмар. Ненавижу виски. Эдиктивное агентство Пирса. Сверятся с дневником. Смотрим. Так. Эдиктивное агентство Пирса. Врач может сколько угодно твердить, что лекарство от воспоминаний мне больше не нужно. Но я знаю, что они вернутся, если я перестану принимать таблетки. Наверное, однажды утром я просто не проснусь. Несмотря на лечение, я снова слышу голоса в своих снах. Но теперь они новые, незнакомые. Голоса словно доносятся из... Древней Бездны. Что за безымянная тварь вызывает ко мне? То есть вызывает меня к нему, короче, чтобы я служил и стал этим... Ну... Существом каким-нибудь, морским. Понимаете? Я должен избавиться от этого дерьма, как он сказал. Натуральные научные, лингвистик, археология. А хорошая история о blackmail и спиказе. Раскрытое дело. Да, не аж у меня владельцу бар, а не понравилось, как я закрыл дело. Но если ты нарушаешь закон, можно спорить с честным детективом, который собрал доказательства твоей вины. Так, телефон звонит. Но прежде чем взять телефон, нужно все прочекать. Муж так и не понял, что жена его бросила. Он мне звонил еще несколько недель. То есть это дела, которые я раскрыл, так сказать. Маск уже спадает, циколебал уже. Я был известен читателем. Так, давайте возьмем трубку. Я слушаю. Ты Эдвард Пирс? Читаем, читаем. Это правильно. Здравствуйте, мистер Пирс. Я Луси Шеррофилл. Я в charge of investigators over at Wentwood. Я звоню, потому что проблема с твоим файлом. А огонь уничтожила... А это правильно? Так, распределите очки персонажа. Каждая очка позволяет улучшить какой-нибудь навык. Так, сила. Он где драться почти не умеет, так что сила нам не пригодится, думаю. Расследование, это вот этот топ. Так, психология. Тоже топ. Красноречие. Так, что еще? Отвердите. Спасибо за эту информацию, мистер Пирс. Наши файлы будут доходы. И на связи с тем, могу я задать вопрос? Что происходит? Как вы знаете, мы хотим внимательно наблюдать прогрессу нашего контракта. И, кажется, что вы уже принимаете... Мистер Пирс, Вы знаете, как я делаю, что никогда не было больше... Но если бы эти случаи дешевле? Дешевле, дешевле, если бы вы не дешевле, если бы вы не дешевле, мистер Пирс, вы уже... Я пришел. Входите. Встал там, понимаешь ли. Открыть дверь не может, что ли. Старый. Передушил. Так, что за картина, посмотрим. Он мне принес картины. Так, и что там такое? Это просто монстр какой-то, нарисован. Мне ни о чем. Эту картину написал безумие. Или, напротив, вы видите, здесь некую логику. Рациональное зерно, которое поможет мне помочь и раскрыть дело. Да, пожалуйста. Хорошо. Я взгляну на эту картину. Так, задачи. Посмотрим. Так, врач может сколько угодно. Так я это читал. Осмотрите картину. Ознакомьтесь. Досье семьи Хоукингс. Окей. Так. Папка с делом Сары Хоукингс. Транспортная этикетка. Часть текста не разобрать. Но кое-что прочитать удается. Склад 36. Дарк Хоутер. Полицейский отчет. Тут говорится, что все члены семьи погибли, а пожар начался в столовой, когда они жрали. Полиция заключила, что это был несчастный случай, но как всегда. Но при этом все. В очередь упоминается, что Сара Хоукингс была психически больна. Почему? Маска заколебала. Газетные вырезки. Статья рассказывает о браке Сары Хоукингс о девичестве Обстер и Чарльза Хоукингса, бизнесмене с острова Даркоутер. Они ведут затворническую жизнь на удовленном острове с своим сыном Саймоном. Так. Угу. Хорошо. Окей. Что дальше? Так, картина. Какая цифра на пляжах? Это, как будто Сара Хоукингс вправила сообщение в него. Так, мистер Пиас, что ты делаешь из этих... Я думаю, что... Это очень хорошее задание. Я... Примусь за это дело. Я раскрою это дело. Я обещаю тебе, старик. И ты мне заплатишь круглую сумму. Итак. О чем бы я вас просить? Узнать о складе 36. Окей. Я найду склад. Где жила Сара Хоукингс? Дарк Ватер? Нет. Это небольшой, ремотной острове, не только от Бостона. Сэра Ливер... Я думаю, что ты хочешь меня отзываться там. Дарк Ватер держит секрет, связывая мою дочь, мистер Пиас. Я должен раскрыть эту тайну. Он мне сказал так. В этой картине нужно отнестись серьезно. Я думаю, что твоя дочь отправит тебе сообщение. Это же, что я верю. Это было три месяца назад, что я... И еще немного после этого изображения это изображение... Это изображение связано с этим случаем. Не понимаете? Короче, по-любому ее дочку Сара Хоукингс украли некие морские существа и она нарисовала эту картину. Точнее, она какую-то безумие и отправила мне, чтобы я догадался. Ее мужик был огромный в севере. Да, это не просто несчастный случай. Это по-любому дело у рук морских существ. Этой информации мне хватит. Так, а что-то говорится о психическом неустойчивости? Давайте мы узнаем. Ты должен мне сказать, что полиция предложила. Нет. Сара была... Она никогда не слышала о плене. Сос. Я никогда не знал мою дочь. Понял. Все, мне хватит. Я начинаю понять. Я готова делать это. Можешь на меня положиться, короче. Ее. Проваливай, короче, до авто. У меня выбора нету еще. Я должен принимать все эти дела. Девчонок вода. Я думаю, у меня есть книжка на Норто Атлантике. Я, безусловно, найти какую-то информацию на этой сезоне. Попьем, давай. Да? Давай. Я чуть ли бы не залезился, когда пил. Кто-то из вас кашлянул. Смотрите у меня. Все, отправляемся на дело, короче. Погнали. Перевзял дело Хокинс. Проклятую художницу обвиняет в том, что устроила пожар, который и убил ее со своей семьей. Единственная улика, страшная картина, которую она отправила отцу. На транспортной этикетке был указан адрес склада, расположен в доках острова Дарковутер. Именно с этого места Перси начал расследование. То есть, я должен найти склад сначала, склад 36, потом расспросить людей, наверное, там должны все улики там узнать, что-то все такое, и короче, должен выжить там. По-любому, меня там ждет несчастье, ведь жители Дарковутер по-любому какие-то страшные люди, как и в первой части Винсмауте. Как кто знает, тот узнает. Кто не знает, тот узнает. Все, тихо. Я готов. Я готов сражаться. Я порву любого, кто станет меня на пути, и я погружу в безумие. Фокус Хоум, интерактив, прессе. Фокусируйся на доме, сказал. Фокусируйся на доме, мы почти на месте. Ну хорошо. Я не беспокоюсь об этом. зафктулху. Ктулху. Говнешка. Ктулху. Итак, я прибыл на остров Даркоутер. И с этого дня мы начнем расследование дело Сара Хоуптинс. Оставайтесь на борту. Сейчас ребята разгрузятся. Ну хорошо. Давайте быстрее тогда разгружайтесь. Добро пожаловать в Даркоутер. Спасибо, капитан Фитцрой. Что мне сюда принесло? Дело Хоукинса. Печальная история. Мы хотим его забыть. Хоукинс не был моряком, но был хорошим человеком. А его жена Сара Хоукинс. Милая девушка и великая художница. Ты знаешь что? Пойдем пить в Странденном Уэле. Что ты нуждешь это хороший пик-ми-оп. Митчелл не может быть очень приятный, но его бар... Как мне, ты найдешь меня в офисе Хоукинса. Окей. Если это Хоукинс, которая тебя понимает. Понятно. Он мне предлагает пойти выпить коньяка там в бар, короче. А сам будет ждать меня там. Он мне указал туда. Окей. Я пойду сначала попью. Хотя я сам не пью. Вообще не пью. Кто такой, а? Так смотрит на меня еще? Тварь. Так. Основные задачи. Поговорите с Фисроем. То есть это с ним. Дополнительные задачи. Лидите в бар. Поговорите с Брэзли. Бар называется Вэл. То есть Кит. Маска спадает, как всегда. Открыто. Заходим. В моем бае мы не служим проблематикам. Так. Это я не нарывался, что он на меня гонит-то. Не перегибай. Так, я сейчас буду его допрашивать, короче. Я сюда приехал не драться, короче, а раскрывать дело. Я сыщик. Итак, если он в законе действует... Так, я ищусь кла. 36. Так, я расспортил ее про склад. Он сказал, чтобы оттуда не сувался, так как там слышны крики там, кого-то избивают, короче, убивают там. И он мне больше не хочет ничего рассказывать про этот склад. Так что, узнать про Росфордеркоутер. Это про Сару Хокингс. Так, довольно про Сару Хокингс. Это правда, они были странными. Если это правда, ничего плохого ты только не знаешь. Я имею в виду, что я требую. Какого-то еще? Сару Хокингс. Сару Хокингс. Что я могу сказать тебе? Я ностальгичный. Немь, это напоминает нас о голодном веке в Даквоте. Когда наши хокингс остались за долгое годы и вернулись, слепая, слепая. Так, короче, ты мне надоел, все, надо вернуться и уйти. Прощай. Какой-то он темнит что-то, что-то как-то бабенка сидит. Слышь, красотка, давай, поговори. Может, ты мне что-то расскажешь? Эй, чужок, на что уставился? Не на что. Я просто мимо проходил. Дай мне спокойно выкинь. Я сказала, проваливай. Ох ты-то. Ладно. Поищем другого собеседника. Расспросим всех. Эй, мужики! Так. Вы плохо поете. Конец. Китобойного пробов. Так, кратце я расскажу. Они поймали какого-то большого кита и китов становилось все меньше и меньше. Что-то произошло, короче, с китобойным промыслом. Кошмар. Я слышу разные слова. Слышу шепот. Последуют за читателем и появятся в разных местах. Обладают собственным сознанием. Пока не будет нового читателя. Не найдет нового читателя. Какой-то писатель какой-то. The miraculous catch. Apparently, the most significant event of the last 80 years. Вот про это они и говорили, про чудесный улов. Типа, китобой поймали его. А 1847 год. Чудесный улов. Сила. Возвращается в порт, чтобы спасти Даркоутер от голода. То есть сила это корабль, как мы понимаем. Мы почти оставили надежду. Команда силы или то, что от нее осталось, вернулись в порт Даркоутер во вторник вечером. Местные немедленно бросились в доки, чтобы встретить последние китобойные суды на острове. Невероятный улов потряс людей. Китообразная, которая уже под прозволью чудесным улом, занималась и палубой, даже связалась с борта. Она была больше любого зубатого кита, то есть кошелота. Выжившие моряки рассказали ужасные истории о своей опасной добыче, а также о ее мясе, невероятно вкусном и питательном. Несомненно, огромный кит прокормит многочисленных жителей Даркоутера и положит конец голода терзающему острову. Сдается склад. Си юный мистер Маркс готов создать свой склад в аренду под рыбный цех, пастерскую или хранилище. Вы можете связаться с ним через любую газету. Праздник на Мели. Чтобы отметить затащение наших родных китобоев, персонал китана Мели приглашает вас на бесплатную дегустацию. Приходите с семьей и с друзьями и пробуйте чудесный улов. Каждый получит подарок в бутылке мартини. Так, походу я здесь всех расспросил. Со мной никто не хочет базарить. Пойдемте к миссеру и поговорим с ним. он-то нам все расскажет. А он здесь должен быть. Сначала посмотрим на этот остров. Смотри. Вот он. Давай, рассказывай мне. Я привезу Чарльз Харкинс карго манифест. Они на столбе рядом к тебе. Но в вершине ты может быть запрещен. когда ты закончен приди присоединяй мне на деке. на столе говорится. Эти манифесты были почитаны Чарльз Харкинс. Это все я получу от них. Это все. 90-е 1907 год и еще несколько цифр. Прочее содержимое документа аккуратно вымрано. Интересно, кому потребует скрывать эту информацию? Твари. Скрывают информацию от меня. письмо с угрозой, капитан. Условия нашей соглашения однозначны. Держите своих людей под контролем. Не задирайте нас. Вам не по зубам. Не утверждайте себя ответом на это сообщение. Просто заплатите курьеру, Кэт. Кошка написала ему. Сила. На нем и привезли тот большой улов. Основа медицины, том второй. Второй том посвящен этическим вопросам и рекомендациям для министринского персонала. Я же не медик, а зачем он мне нужен вообще? Я же не какой-то там хирург. Но все же я думаю, что мне будет очень полезно прочитать об этом. This man and Fitzroy could be twins. What a macabre souvenir. окей, пойдемте поговорим с ним. Он может нам что-то рассказать. Есть больше нечего ловить. Так, рассказывай мне. Да, я тоже вижу барбак какой-то. Так, расклад расспросим сейчас. И все? Понятно. Ты знаешь, принадлежит она? Кому принадлежит она? Понятия не имею. Понятно. Это здесь не откуда здесь грузовый деклара. Так. Ваши документы не возможно прочитать. Пора говорить под даркоутер. Человек на фотографии подозрительно похож на вас. Так, это был его отец на фотографии. Кто такая Кэт? Короче, эта дура хочет, чтобы они дали бабки чтобы ее защищать. Что за чудесный ловт? Я читал уже книгу. буду на моем пути. Так. Ладно, давай, я пойду на склад проверю, расследую сил. Расспрошу людей, может, я найду вход туда. Так, что за толпа идет? Эй, пацаны, какие-то злые, смотри, недовольные урожи. Конечно, голодные, давно не жрали рыбу. Все голодают здесь. Это что-то Хабиб. Так, ты мне не указывай, я здесь сыщик, я могу где угодно шаться здесь. Так, что ты делаешь? Бутлегеры. Почему это интересно? Нет, не вопрос о территории, но я не. Если ты хочешь узнать больше, то спроси капитана. Хорошо. Пошел заднем. Все, оставайся здесь тогда. угрожай одни еще. Найти открытые предметы, навык поиска позволяет вам искать открытые предметы на небольшом расстоянии. Так, нашел? Этот рычаг активирует какой-то механизм. Так, что еще? Ммм, эта деталь позволяет поднимать. Так, что еще? А вебинар вертебра. Если вебинар в баре вертел вертел фосил. Наушники давят почему-то. Там же было написано, что эти подушки смягчают уши, но походу маркетологи опять обманули меня и опять повелся на них. Десянца. везде обман дорогих людей. Так, сумму тревую калярку установить вот эту. Окей. И что дальше? Ааа, я должен что-то поднять, понял. Сейчас мы исследуем это. Там какой-то проход. Окей. Исследуем этот склад, который там находится. Кстати, у меня есть зажигалка. Я же курил все-таки. Показывал, демонстрировал, что он у меня есть. демонстрировал. Sullivan, не можешь идти быстрее? 同じ для тебя, сэр. Моп? Я procurаю эту адресу. Компания 36, Дарквода Harbor. Я не представил себя. Эдвард Pierce, детектив. В любом случае, это не очень важно. Я не отвечу. это. нет, нет, я сейчас. Пожалуйста, позволяй мне сделать мой job. Вы не понимаете, вы не сейлор. Это знак. Есть что-то 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 плохое. Это знак. То, что они словили эту рыбу в косатку. Он же сдох почти. Или он живой? С лод начинает коагулировать. Она умерла недавно. как что ее убил, вздохнулся просто. Они его вытащили, он сдох. Что тут думать, даже без медицины можно разобраться с этим. Так, минус попасть на этот склад. Извините, мы все на edge сегодня. Что ты делаешь? Я инвестирую смерти 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 Кто эти остальные? И почему я тебе скажу? Мы в одной команде, ты может быть отношение к моему делу. Мы в одной команде. Ты и я на самом стороне правительства. О, да? Ты не хочешь знать правду, перед этим случаем? Ты говоришь, что наша работа не была... Забудьте. Что больше ты можешь сказать? Не много больше, чем все знают. Я не был в том случае. Они все умерли до смерти, да? А вот там... Твоя маншина пошла в огонь. Не забудьте в твою голову, чтобы путешествовать... Что ты имеешь в виду? Единственный, который там остался, был старый Силас. Акцидент... Он может быть неопределённым. Особенно, если ищущий, начинает спрятать... Он опасен для общества? Нет, он в своем доме. Будьте, пожалуйста. Ты снова? Я сказал тебе, чтобы убить его. Нет нужды... Ну ладно. Прогоняет меня. Не пропустил, короче. Так, пацаны. Откажите мне всё. Ты живёшь здесь? Почему ты делал это, а? Мы видели, что ты сделал для Санкт-Брэндона. Да. Мы научим тебе, чтобы приехать в нашу... Я уважаю твои... Наши веры? Ты имеешь в виду, что ты не веришь в Бога? Это невероятно. Ты, наш любимый статю... И тогда эти два боти... Погоди... Теперь, что я думаю о это... Это должно быть их! Есть один из них, который всегда вернувшись и вправо... Позже. Что приводит тебя в Дарк Ватер? Бутлегеры? Они защищают свою территорию. Интересно, от кого? Они больше боятся Кэт, чем нападение пьяных моряков. Вот бы они друг друга поубивали. Кэт, кто это? Это Кэт, кто шевел? Погоди... 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 Ничего... Так... Эм... Значит, работы у вас нет. Вот... Где вы живете? Да... Бомжары живут на острове, короче. Я взял достаточно. Мы увидим... Так... Что-нибудь еще расскажите мне, подождите. Так... Скажите мне... Нет... Если она выйдет, я буду серьезные проблемы. Как бы ты уменьшишься, чтобы оставить вход в домашнюю домашнюю? Держи твою голосу. Почему не шутить к коту, во время ты в этом? Я не хочу, чтобы уйдеть с ее маленьким ножом под мою голову. Это стилетто, ты идиот. И с этим вкусом в твоем воздухе, я не даю тебе никаких возможностей. Так, мы послушали их разговор какой-то. Они сказали, что там склад что-то открыт. Что-то там про стилет говорили? Стилет это такой... Кинжал, если что. Так, пацаны... Кто это? Нет идеи. Ты лучше держи его. Что с тобой, ты думаешь? Мы видели, что ты говоришь со двумя шоками. Пойдем умирать, а много тебя. Это будет меньше пахнет. Я должен входить в Хаукун. Нет. Это очень просто, в факте. Я не говорю о твоей ракете. Я просто хочу... И мы не говорим о тебе. Какая твоя причина, что ты хотела... Давайте столкнем. Я не блюфую. Я не блюфую. Это рискно, вопросить мою слово. Я не хотел, чтобы ты снялся с определенным итальянским... Окей, окей. И она тебе отправила? Что ты хочешь от нас? Я думал, что я сделал это очевидно. Я должен посмотреть в интернете Хаукунс. Оставай меня самостоятельно. И я покажу вам хорошие слова с Кэтом. Это зачем? Так, этот склад был сгоренный? Сгорел? Ну, сейчас ее посмотрим. Ха-ха-ха. Отлично. Тут воняет. Хорошо, что у меня маска есть. Как это место связано с Сара Хокинс? Место происшествий. Чтобы войти на место, нажмите удерживайте ОУ. А-а-а, воспоминания. Обыщите склад. Медицин. Это болеутоляющее. Так, какие-то остатки еды. Не спится. Не спится. Я знаю, каково это. Аккультизм. Это одна из картинок Сары Хокинс? Это картина Сары Хокинс. Получена новая улика. Склад Хокинс. Получено очко какое-то. Так, не идти на агентство Пирса. Так, мы все проверили. Доки Доркоутера. Приближаясь к Доркоутеру, я обратил внимание на плотные облака, закрывающие небо. Они висели так низко, что едва не напарывались на острые рифы. Фестрой, капитан, единственное, которая крыта, которая ходит на материк, предложил мне помощь. Кажется, у него есть документы, которые принадлежат Чарльзу. Оливьере. Фестрой посоветовал мне посетить портовый бар. Ну, все-то я читал же, все такое. Такого-то рулики. Эм... Вот она. Склад Хокингса. Склад Хокингса. Этот склад официально не используется после смерти Чарльза. Но недавно в нем кто-то поселился. Он оставляет неопределенные следы, не говорил же об обкровавленных бинтах, вероятно, снятых с раны и таблеток болеутоляющих и снотворных. Кто-то раненый, короче, там... Завелся. Кроме того, обитатель, видимо, одержим Сарой Хокингс. У него есть несколько документов, связанных с жизнью художниц, фотографий и газетные вырезки. Ну, а после обнаружения частично обгоревшей картины, которую Констебель Брэдли уже видел в особняке Хокингсов, все сомнения с... От... сняли, короче, все сомнения какие-то. Угу. Что еще? Нам предстоит здесь выяснить. Этот раненый голодранец скрывается здесь. Что-то здесь замыслил, короче. Так, все что ли? Ладно, там был еще проход вроде. Стоять! Детектив Пирс! Я просил вас держаться подальше от этого склада. Давайте объединим силы. Хокингс и Террицы за кое-что. Дело далеко от закрытия. Попадается угрожать полицейскому, давайте угрожать будем. Дело в том, что вы отправили. Я вижу только один полицейскому 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 полицейскому. Я не могу, что я не могу. Я представитель... Хе-хе-хе. Попадай. Попадай, что вы объяснили, что здесь здесь делается? Это странное сомнения. Погоди, я знаю... Это было в Хоукинс-мансине, когда мы пришли, чтобы исследовать огонь. Так, вы подтвердили, что это было отрывано от преступления. Я бы хотел сейчас увидеть мансину. Конечно. Ты хочешь вернуться к его трейлу? Давай. Моя машина... Энтис! Это, походу, Кэт. Катерина. Катюшка. Это дело не имеет никакого отношения с тобой, Бейкер. Слышь пассажир, или я закреплю тебя для обстракции. Офисер Брадли. Ты наконец-то выжил парень. Плохо, что ты слишком бедный. Почему ты? Давай, держи смайл. Ты не хочешь меня повернуть его. Окей, я понимаю. Мы можем идти в мансину? Кто ты? Что ты делаешь на моем трюфе? Я имею в виду тебя. Мы снова встретимся. Это я о территории, говорю. Это особняк далеко? Оглянитесь. Прямо на вершине горы. Видишь здание? Это особняк Хокинса. Идемте. Нам еще ехать. Пирс мог пробраться на склад. Место, которое оказалось заброшенным. Скрывало несколько тайн. Тут явно кто-то недавно жил. Кроме того, обнаружились естественно обгоревшая картина. Во время осмотра Пирса, прерывал констебль Брэдли. И директив убедил его присоединиться к расследованию. Констебль хочет отвести сыщика в особнях Хокинса. Ну, я думаю, на этом мы закончим. Так как я уже выполнил довольно больший объем работы. И погрузимся в безумие уже в следующей серии. Я с вами прощаюсь. С вами был Uncovid Game. Защищайте себя. Защищайте своих близких. Всех. Маски. Хуяски. Конечно же, спрей. Всем пока. Увидимся в следующих сериях.